Всем привет! С вами снова Ольга Чернова. Сегодня также 27 апреля, но мы перешли в другую теплицу, где я посеяла капусту. Так, вот тут видно, что 10 градусов на градуснике. Эта теплица у нас не предназначена ни для какого обогрева. Она не обогревается никогда, сюда даже ничего не протянут, ни провод, ничто. Потому что капусту я здесь сею, когда холодно, ей не нужно тепло. А перцы я высаживаю сюда, потом намного позже. Но я зашла вам показать, как пережидают холодный период. Я уже говорила, сегодня ночью было 4 градуса всего, будет 2. Как пережидают этот период мои томаты сибиряки. Вот здесь, видите, валяется какая-то старая тряпка нетканная, рваная. И сроду не подумаю, что там прячутся несколько тысяч моих томатов. Вот они, видите, я их укрыла прям просто без всяких дуг, безо всего. Так, как они такие, как толстые. Они держат ствол очень хорошо. Они никогда не прогибаются. Я просто вчера их накинула тряпочкой и все. Они у меня здесь стояли. Стоять еще будут сегодняшнюю ночь, потому что места в тех более комфортных теплицах для них нет. Они уже должны были быть высажены. Но никак не могу высадить, потому что к нам вернулись холода. Будет 2 градуса завтра-послезавтра ночью. Я жду, когда будет ночная температура 6 или 8 градусов. В 2 градуса, конечно, я их не высажу в землю. Это очень холодно. Вот поэтому они у нас здесь под старым покрывалом, под одеяльцем, под этим. Это обыкновенная нетканка, самая тонкая. Вот я их закрываю. Они здесь будут в таком виде пережидать мороз 3 дня. Им тоже, конечно, здесь прохладненько. Но хотя бы я буду знать, что если будет холодно, хотя бы не обожжет морозом листья верхние. Потому что листья это самая уязвимая часть. Они в первую очередь обмораживаются и будут некрасивые. Вот они закрыты под нетканкой. Для них, конечно, я не создаю никаких отдельных условий. Я знаю, что они выживут и так. Вот в холодной капустной теплице вместе с капустками сидят у меня сибирские сорта, которые я уже называла. Просят назвать. Кто-то говорит, не перечисляйте в каждом видео. Кто-то опять и опять спрашивает, какие сорта. Это сорта Настенька, Алтайский сюрприз, Демидов, Тройка, Сибирская тройка и все другие, которые с толстыми стволами и мясистыми листьями. Они холодный период пережидают, переносят очень легко, без повреждений и никогда, почти никогда не подмерзают. До свидания. С вами была Ольга.